Субтитры сделал DimaTorzok 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 что что Продолжение следует... 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 Такие комочки. Натягу есть. Отстань. Так, сколько там показывает сейчас? На солнышке у нас в Майами, не видно, где-то минус 31. Такие комочки. Такие комочки. Десятое января. Дома находимся пока на улице сильные морозы. Печку натопили, приехали домой. На Удвинск. Так, купила перец вот такой сладкий. Взяла из него семена, подсушила, рассортировала. В прошлый год садила магазинские семена. Из магазинского перца брала семена и сеяла. Не знала, как он... Внешне выглядит знала, но не знала, какой же объем куста. Теперь знаю, что он высокорослый. Перец вкусный получился, но буду высевать пораньше, потому что буквально не хватило неделю-две, чтобы самое у него цветение, пик цветения начался в конце июля до середины августа. И плоды многие не набрали свой объем. Сейчас вот тоже купила толстостенный перец. Из него взяла семена. Тоже не знаю, какие кусты будут, какого размера, когда вступят в плодоношение. И если понравится, то буду его разводить. Если, конечно, это гибрид, то только семена можно использовать дважды. А потом идет большое расщепление. Попробую посеять сей год. Если все хорошо, понравится, то семена эти у меня на 2-3 года останутся еще. Использовать их при хранении в холодильнике. Они будут терять схожесть поменьше. Так, вот так. Про перцы. А сорт Капия понравились мне. Перцы крупные, но тонкостенные. Понравились они мне по вкусу. Вкус у них хороший, сладенькие такие. Приятные в салате. Так, в полном созревании, конечно, у них кожура жестковатая. Но когда вот они только начинают вот вызревать, у них корочка вкусная, нежная. И в салате они приятные. Ну вот, теперь буду вот этот перец высевать. Посевы начинать буду вот сейчас. На этой неделе. Томаты, перцы, баклажаны. Потому что буквально не хватило 2-3 недели. Для хорошего развития и вызревания. Буду сейкот сеять пораньше. В прошлый год я садила где-то в 20-х числах. Ну, в конце января. Мне как раз 2 недели этих не хватило. Хотя и лето было теплое. Но когда очень жарко, это тоже для растений плохо. Они были в шоке. И не росли. Так что сейкот буду пораньше делать. Семена, посев. Землю сейкот буду брать свою. В прошлый год у меня с землей не все хорошо получилось. Рассада вроде все нормально. А потом купила землю такую, которая мне не понравилась. И в добавок еще потом использовала свой песок, который у меня оставался на балконе от растений. Добавила их в землю. Этот песок. А он у меня зимовал на балконе. И клещ не погиб. Потому что у меня домашний цветок, который в песок добавила я. Он у меня был заражен клещом. И клеща я размножила, короче. Такая у меня беда получилась. Мало того, что земля очень некачественно купила мешок при рассаживании рассады. Еще и в добавок песок использовала. Вроде как дренаж вниз горшков насыпала. И все равно заразила несколько растений. А потом все это разошлось на все растения. И пришлось весной обрабатывать все растения. Вести рассаду в теплицу и обрабатывать все растения карбофосом. В этот раз буду повнимательнее. Надо осматривать растения постоянно. Потому что если прокараулишь, все это, заразятся все саженцы. Обрабатывать вовремя. Как увидела, значит немножко, так сразу обрабатывать эти растения. Ставить отдельно, нести в ванну и опрыскивать. Делать им карантин. Подновили полочку, покрасили. Красочкой вот такой. Так, земля оттаяла. Все, мы будем заниматься посадками. Рисочек. Все хорошо. Гладность хорошая. Сейчас переберу. Крупное все уберу. И все. И можно заниматься посевом. Продезинфицирую ее на пару. Сколько мне нужно. Надо сеять. Вот так пропариваю для рассады землю. 10 минут. И ведерушка. Высыпаем. 10 минут прошло. Высыпаем. Сейчас наложу. Снова новую партию. Снова новую партию. Уже проросшие попадают. За 10 минут они все погибают. Все корешки, которые проросли. И все. И опять снова 10 минут засекаю. Затем. Когда сито закрываешь крышкой, то быстрее прогревается. Два раза. Экономишь время. Эту воду, которая остается у меня вместе с землей. Я выливаю в ведро. Потому что земля здесь получается подсушенная. Вот я напарила пол ведра Ну не полный пол ведра Но мне хватит Земля подсыхает Здесь подсушена немножко И этой водой я полью И будет у меня водичка Ой земля будет влажная И готовая для посадки Немножко песочку добавлю Золы добавлю и все И можно будет садить Томаты буду Перцы, баклажаны Садить прошлогодние Что и садила Некоторые правда сорта убавлю Но в основном потом скажу Какие посажу, посею Один точно посею Это капия И посею который магазинский И понравился мне Д'Артаньян семена Это я назвала Перцы Ну а остальные там свои уже Буду сеять Мексиканец острый перец Буду сеять Одинственный января Января 2023 год Начинаю потихоньку делать Запас семян Для весенней посадки Такую капусту купила Гектар называется Не сеяла никогда Буду сеять Так, что у нас тут информируют о ней Средний ранний 180-146 дней От появления всходов До технической спелости Сорт Розетка Листьев компактная Полуприподнятая Качанокруглая Масса 153,3 1,6-3,3 Средней плотности На раздель Желтоватый, белый Вкусовые качества Отличные Отличные Сорт Относительно Устойчив К расстрескиванию Цветушности И келе Купила я его Из-за этого Что он устойчив К расстрескиванию Цветушности А самое главное Келе Посев на рассаду Ну это понятно Так Рекомендуется Для приготовления Салата Летних щей И голубцов Ну вот такой Гектар будет Так Огурец Ф1 Оконно-балконный Сейчас про него Среднеспелый 50-55 дней Гибрид Для выращивания В открытом И защищенном Грунте Растения Женского Типа Цветения Среднеплетистые Зеленцы Цилиндрические Темно-зеленые Гладкие Глянцевой Длиной До 16 Сантиметров Массой До 105 5 грамм Ароматные Без горечи Так Ценность гибридов Устойчивость К мучистой Растей Высокозавязываемость Подов При Достаточной Освещенности Понижению Температуры Что позволяет Получить Урожай Ранее В весенних И домашних Условиях На балконах И лоджиях Рекомендуется Для использования В салатах Это салатный Вот такие Гладенькие Огурчики будут В этом году Попробую Все-таки Посадить Опять Две штуки В прошлый год С клещем Я боролась Боролась на них Они уже И зацветли Уже и плоды были Но Это было что-то Как эпидемия Какая-то В результате Я их просто Выкинула Но они уже Плеки Уже были Большие С огурцами Так Свеклы Бордо Как всегда Все Сажу Цилиндра Так Капусту Брокколи Купила Лорд Так Кто тут Очень ранний Гибрид 60 до 60 дней После выращивания Рассады В общем До полутора килограмм Головка у него Вот такое буду садить Брокколи Салат Салат Неженка Такой вот Ридический Как всегда 18 дней И Заря И Заря Заря тоже Мне очень понравилась Сот Так Брюкво Детская любовь Для салатов Репу Папка Ну это как Петровская Такая же Редьку Зимняя Кругло Черная Пастернак Купила Белый клык Называется Вот такой И цветочки Цветочки Кайлардия Многолетние Так Это Двулетник Рудбеки Лаватера Однолетник Малопа Однолетник Календула Такая Оранжевая Василечки Как всегда И многолетнюю Гипсофилу Она у меня Вымокла Погибла Рассада Придется Снова Сеять ее Ну пока Такие Только вот Куплены у меня Семена Много Очень семян Перебрала Те сорта Капусты Которые Мне нужны Были Они Расфасовка У них Урожай В основном 20-го 19-го Года Расфасовка 21-го Года Хотя и пишут Сохранение 23-го До 24-го Года Но я Уже Не верю Если уже Больше Чем Два Года Я уже Просто Не покупаю Такую Капусту Вера Уже Нету Таким Семенам А уже Деньги Не хочется На ветер Пускай Потому что Семена Сейчас Уже Не Дешевые Пока Так 11-го Января 23-го Года